Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Одеть чехлы на загубники! Одеть перчатки! Последний не забываем закрывать двери! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вы как-то потом это проверили? Нету, 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 возможности нету, я на следующий день, я по-моему не буду больше. Сергей, скажите, пожалуйста, вами были выявлены нарушения? Нет. Нет? Сергей, а вам жаловались шахтеры на то, что их заставляют опускаться под землю, когда они знают, что есть подъем уровня метана? Нет, конечно, вы знали о том, что уровень метана был превышен. Вы говорили о том, что когда они жаловались на то, что они не хотят опускаться под землю, вы, ну то есть, руководство говорило им, мол, пишите тогда заявление и увольняетесь. Как вы это прокомментируете? Да такого не было. Вы хотите сказать, они обманывают? Я человеку могу сказать, пишите заявление и уходите, что ли. А вы лично принимали участие в проверке, которая проходила на шахтере Стеллажной? Это неделю назад были в аварии. Вы там были, да? За неделю, да. Вы выявили какие-то нарушения? Конечно. Какое количество? Десять. Скажите, чувствуете за собой вину в случившемся? Нет. А кто виноват по-вашему? Заключено. Без комиссии. Кто? Может быть, хотите высказать болезненную? Конечно. Очень жаль. Самый большой, очень жаль здесь. Там очень жаль. Истинные болезни, они убиты. Сегодня Центральный районный суд города Кемерово избрал пяти обвиняемым по уголовному делу о событиях на шахте Листвяжной меру пресечения в виде заключения под стражей. Сегодня суд рассмотрел ходатайство следователей Следственного комитета об избрании меры пресечения в отношении директора шахты Листвяжной, его заместителя, а также начальника участка шахты Листвяжной. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекшие по неосторожности причинение смерти двум и более лицам. Также суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении двух главных государственных инспекторов Беловского отдела Ростехнадзора об избрании им меры пресечения также в виде заключения под стражей. Прокуроры, участвовавшие в рассмотрении всех пяти ходатайств, поддержали данные ходатайства как обоснованные, просили их удовлетворить. Суд рассмотрел материалы дела и избрал меры пресечения всем пяти обвиняемым по данному уголовному делу в виде заключения под стражей сроком на два месяца.